уважаемые коллеги друзья здравствуйте радостно вас видеть здесь в эфире меня зовут антон черноусов я девелопер адвокат в яндекс клауд и сегодня сегодня мы с вами поговорим про людей мы редко это делаем но всегда достаточно метко и даже когда мы говорим про людей мы очень часто говорим про технологии и про технологические команды и забываем о том что на самом деле рядом с технологической команды есть люди которые делают бизнес то есть помогают наши продукты продавать упаковывают их и занимаются той самой смычкой тем становится тем самым мостом между потребителями и собственно говорят той самой технологической команды которая делает эти продукты сегодня у меня в гостях как раз такой человек человек может некотором смысле человек из бизнес-команды саша здравствуй саша отвечает нас за бизнес в яндекс клауд и на самом деле это очень круто потому что для многих вообще иногда непонятно вообще в технологической компании всегда понятно вот вот программисты пишут код вот тестировщики тестируют вот x-дизайнеры они делают дизайн а про бизнес-команду очень редко рассказывают и мне кажется это большое упущение сегодня мы с тобой попробуем это исправить саша пробуем расскажи а как ты вообще попал бизнес-команду что это такое вот давай как тут немножко про это поговорим ох этот путь в каком-то смысле был и тернист и на сто процентов логичен как мне кажется не знаю зайду может быть чуть чуть издалека потому что вот то что ты говорил в интро части про то чтобы простраивать мостики это все на сто процентов вообще резонирует с моим пониманием там моих собственных задач того что должен делать в каком-то смысле бизнес свое время когда учился на мехмате я как-то для себя довольно ярко осознал находясь среде очень умных людей часть из которых на пару порядков наверное умнее чем ты или находятся на границе с некоторой гениальностью что находиться в гонке с ними или в конкуренции с ними двигаться путем науки или идти в разработку это в каком-то смысле тупиковая ветвь но тяжело на самом деле ощущается тяжело тяжело но важно это в каком-то смысле наверное признать и понять для себя чтобы потом открыть какие-то дополнительные возможности и вот тогда же примерно стало понятно что на самом деле есть важная роль помочь этим умным людям коммуницировать друг с другом и в том числе как-то коммуницировать вовне те идеи и мысли которые у них возникают вот и кажется в этом какое-то время длительное я был довольно органичен дальше в рамках карьеры были разные этапы но всегда не хватало немножко вот этой смычки именно с продуктом с людьми созидающим непосредственно цифровые продукты то есть не знаю работая в классных компаниях международных в майкрософте или пакарде и так далее где ты находился очень далеко от продуктовой команды мне вот этой части всегда очень сильно не хватало я вот помню первые эмоции когда попал внутрь яндекса вот первая мысль которая меня посетила на тот момент что я вернулся на мехмат своеобразно когда концентрация здоровских умных людей настолько высока мне кстати это тоже внутри компании очень нравится мы в яндекс клауд очень четко пересекаемся вам по многим вопросам и ты идешь по коридору и тут же ты ты смешиваешься и здесь вот ребята делают дат платформы здесь ребята делать application платформ тут кто-то делает соответственно очень маленький serverless service тут же тут же ребята из бизнес команды которые ну первых вот это перемешивание она мне кажется очень серьезные плоды дает потому что все за другу подсказывают какие-то вещи на которые ты не обращаешь внимание и здесь вот мне кажется вот этот connection очень круто работает все так но если говорить там с какой-то технической стороны вопроса конечно моему попаданию в яндекс клауд предшествовал довольно предшествовал довольно существенная стадия разговоров с теми ребятами которые его начинали на тот момент создавать вот относительно того что важно что неважно я как такой на тот момент классический корпоративный боец я думаю были определенные сомнения относительно меня в честь того насколько я готовен готов в такой стартапной атмосфере предпринимательской атмосфере существовать показывает результат вот но это все было бесконечно интересно и к счастью для меня разрешилось позитивно но это кстати да достаточно известная история что у нас очень четко очень точечно подбирает людей в команду потому что каждый человек он в общем должен встроиться в ту культуру которая внутри существует и кстати давай мне кажется вот про это поговорим про те ценности которые есть команде потому что в каждой команде которую мы заглядываем всегда есть что-то объединяющие эту команду какой-то принцип целевой какая-то вот такая вот фишечка которая является важной для каждого члена в этой внутри этой команды а что на твой взгляд является самым важным внутри вот бизнес команды ну на твой взгляд какой-то не знаю ценностная база давай попробуем мне кажется вот разговоры в этой плоскости это всегда тонкий лед потому что как бы ты это не сформулировал словами какая-то часть химия от этого теряется на сто процентов не можешь попасть в точку вот этого ощущения что есть культурный код той команды которая на самом деле тебя окружает но если попытаться мне кажется в корне всего этого и сейчас и раньше лежало и лежит то что мы называем быть seo или быть seo своей территории направления зоны ответственности назовем во всех смыслах этого слова иметь такую предпринимательскую своеобразную жилку когда ты воспринимаешь это в каком-то смысле как свое то есть с точки зрения ownership о тех задач с точки зрения вовлечения тех ресурсов которые тебе нужны извне чтобы показать результат с точки зрения коллаборации со смежными командами людьми которые тебя окружают в конечной точке чтобы сделать ту зону ответственности которая у тебя есть успешнее чтобы показать результат это с одной стороны с другой стороны если говорить про это же самое и про такое предпринимательство у предпринимателя же нет границ но в том плане что попадая в жесткую или достаточно иерархичную структуру даже очень комфортную и здоровскую уважительную по отношению друг другу все равно с очень высокой долей вероятности ты будешь двигаться такими знаешь протоптанными тропами не всегда ну то есть ты примерно не понимаешь вариативность которая у тебя есть когда ты относишься корпоративной культуре команде к людям как предпринимателям в своей части доверяя им предоставляем тот уровень ответственности который нужен как на которой они на самом деле готовы вот вариативность вот этих веток принятия решений она не ограничена примерно ничем но это управ при управлении это тяжелее это конечно тяжелее это тяжелее но на мой взгляд она дает плоды прям в разных разрезах в том плане что действительно сильные лидеры они находясь в разных частях организации даже не обязательно имея там какую-то позицию назовем в организационной структуре или большие команды они в рамках витимов в рамках вас взаимодействия со смежными командами могут обладать влиянием внутри команды на принимаемые решения на тот вектор который мы движемся на ту динамику которую показывает бизнес ничуть не меньше чем любой там из топ-менеджеров условно говоря внутри команд поэтому если говорить про то что важно и лежит в основе мне кажется предпринимательство и быть с одной стороны ответственным с другой стороны иметь все ресурсы для того чтобы показать результат это вот что-то что является базовым фундаментом того как это у нас работает суши а вот давай еще такой landscape нарисуем бизнес команды их частей она состоит потому что понятно что нам говорим бизнес команды когда мы вводим термин витим да это виртуальные команды то есть объединенные из разных частей такая команда на время создана для решения конкретной задачи понятно что у каждой конкретной конкретной части бизнес команды есть своя зона ответственность чуть-чуть немножечко и и так сказать прольем свет меня наверное упрекнут и действительно но я как человек из продаж и в целом моя карьера она строилась там и именно в тех областях где важно было взаимодействовать с клиентом в том или ином формате вот начать наверное хочется с того что мы называем клиентской организации я наверное намеренно избегаю даже вот название там не знаю sales департамент или что-то такое потому что мне наверное язык не повернется назвать это именно sales командой исключительно вот клиентская организация звучит более правильно отражает суть того что ребята делают потому что задача ребят это быть максимально близко к нашим пользователям клиентам жить их задачами быть адвокатами их потребности и нужды команды конечно то есть это все исключительно про то чтобы вот эта смычка наше лицо во внешний мир но функционировала здорово и на благо клиентам коммерческая составляющая это следствие этого на мой взгляд нельзя перевернуть это в обратную сначала отношения потом конечно конечно при этом конечно же сама клиентская организация она очень витвиста с точки зрения функционала задач которые там есть потому что и рынок неоднороден есть различные индустриальные ниши со своими задачами условно говоря там тот же банкинг он радикально отличается от того что болит не знаю в сегменте энергетики нефтянки конечно ну с точки зрения специфики самой индустрии крупные клиенты с точки зрения их ожиданий сильно отличаются от того что ожидает не знаю индивидуальный предприниматель или небольшая команда стартап сроки разные естественно внедрение про и разное тестирование опять же да ну все все очень сильно различается и условно говоря и и иметь универсальный инструмент и ключик для каждой из этих аудитории действительно проблематично а мы все-таки платформа для разных бизнесов и нам в одинаковой степени важно чтобы не знаю маленькая веб-студия чувствовала себя комфортно с нашей платформой тем сервисом которые мы оказываем в то же время не знаю банк из топ-5 ощущал необходимую поддержку да это достигается разным инструментом вот это если говорить про клиентскую организацию понятное дело есть команда маркетинга здесь и в разрезе такого классического сегментного маркетинга то что касается диджиталки то что касается event маркетинга сильные действительно сильные команды именно продуктового маркетинга потому что обладая широченной платформы с точки зрения наличия разных инструментов сервисов которые у нас есть и естественно опять же нельзя это все под одну гребенку под один очень тяжело продвигать в нашей платформе больше 50 продуктов каждый продукт со своими особенностями что ты построен на базе open source что-то является нашими личными разработками где-то такой очень странный микс каких-то решений и понятно что каждому из решений нужен отдельный подход отдельные процессы вот дистрибьюции и здесь под поддержка для технической команды и поддержка для команды бизнеса со стороны маркетинга она всегда носит такой индивидуальный характер конечно же сто процентов стоит сказать не знаю про партнерское направление вот ребята которые занимаются назовем это взаимодействием с разными сегментами именно компании интеграторов реселлеров для того чтобы находить тоже точки пересечения и масштабировать наш бизнес и их бизнес в разных совершенно бизнес моделях это конечно тоже отдельная очень глубокая и непростая задача потому что мир усложнился такого состояния что ты с одной и той же компанией можешь быть в одно и то же время конкурентом партнером выступать клиентом в разных сегментах потому что же да очень такая химия ну то есть это тоже надо уметь делать конечно это команда operations это те атланты что ли на плечах которых вообще в принципе держится функционирование нашего бизнеса это и там задачи документа оборота да есть команда которая отвечает за наши социальные инициативы и работу с образованием здравоохранением в сегменте экологии где мы делаем на мой взгляд там фантастические проекты не буду перечислять но и уже видели и видео и фильмы включая там фильм на кинопоиске пробной кайкалки далее это прям очень интересно и вообще в принципе очень интересно и здорово работать на стыке физического мира и технологий которые ты предоставляешь и находить разные неочевидные применения в части тех или иных задач особенно когда они несут еще и социальную функцию не здорово вот если крупными мазками то наверное так надеюсь что никого не забыл но на самом деле даже если кого-то забыл то понятно что вот эти сегменты они друг другом очень плотно переплетены все так а если мы говорим ну вот этот для меня кстати так как я в команде маркетинга то значит соответственно здесь вот эта ценность вот это быть предпринимателем в некотором смысле она еще сопровождается ценностью некоторые семейности потому что семейности в хорошем смысле что тебе все помогают потому что людям в целом не просто нужно сделать работа чтобы она и у тебя тоже получилось мне хотелось бы вот эту вот вот немножечко про это поговорить потому что это мне кажется во всей бизнес-организации присутствует кому бы ты не обратился всем не пофиг как будет сделана работа вот чтобы ты мог по этой по по этому поводу сказать как это устроено внутри вот это наверное я ценю в огромной степени я помню не знаю довольно сентиментальный сам по себе человек я помню какие-то эмоции когда как раз приходил в команду мы делали на тот момент наш первый скейл это наша ежегодная флагманская конференция который год повторяется растет ширится плане аудитории и там был ролик который специально готовили к этому ивенту суть которого была примерно про то что наша команда про тех ребят для кого хорошо это плохо в том плане что никогда не бывает достаточно хорошо в том плане что всегда можно сделать лучше всегда нужно двигаться дальше вот и на мой взгляд это как раз следствие того что людям не все равно ну то есть условно говоря если ты на работу на свою деятельность смотришь с механической точки зрения достижения результата вот сто процентов кипя и ты молодец до получил бонус и и счастлив с этим это там одна история она там неплохо нехороша так функционирует многие когда тебе действительно не все равно тебя вот эта жажда дальнейшего движения и сделать лучше она всегда присутствует это очень прям отрадно видеть в разных проявлениях не знаю я помню например другую конференцию где выступал олег коверзнев вот выступал не очень такую не на самую типичную аудиторию на самом деле вот с точки зрения того сложного продукта который мы делаем вот я помню как он рассказывал как раз что после подошел один из людей из аудитории сказал что я на сто процентов не понял что вы рассказывали но как вы это рассказывали заставляет меня очень хотеть с вами работать вот это на самом деле про отношения к тому что ты делаешь вот если это не все равно но присутствует она очень здорово считывается и внутри и окружающими она заражает условно говоря вот это штуковина на ядром команды является ребята когда смотрят на проявление те или иные этих вещей они включаются ну огромная сила коз косвенно кстати косвенно результатом вот это мне не пофиг что и что вокруг делается это же финансовые результаты в общем-то в некотором смысле но финансовые организационные те амбиции которые мы проявляем с точки зрения наших планов это же по сути дела отражение от того что нам не пофиг что мы делаем на сто процентов у этого даже есть еще обратная сторона мы мы оперируем на очень конкурентном и быстро растущем рынке на самом деле и когда у тебя из периода в период финансовые периоды у нас короткие мы двигаемся полугодовыми итерациями потому что нужно все время обеспечивает рост и правильный вектор с точки зрения траектории которую задаем если жить в таком темпе исключительно вот из механических соображений когда работа эта работа это очень сложно это на самом деле в частности может вести там всяким артефактам типа выгорания и так далее но когда человек как мы говорим не все равно человек понимает на самом деле команда понимает зачем она это делает в каком-то смысле становится личным для них то и результат которого достигает весь бизнес он ровно также таким тонким слоем ложится на всю команду в плане того что это их результат на сто процентов их результаты осознание этого мне кажется и хочется сильно верить добавляет дальнейшей энергии чтобы продолжать бежать с тем же темпом еще быстрее и расти дальше поэтому да это сто процентов как-то и коммерческий результат другой результат то как мы выглядим относительно рынка это вот все результат от этого отношения а как находить людей в эту команду потому что тех людей кто будет гореть вот именно тех кому будет не все равно это же сложно подобрать это вообще как бы на такой индивидуальный прям вот как какая-то что должно случиться не знаю луна в нужной фазе должна находиться примерно так мне кажется и происходит вообще найм людей это крайне непростая задача и мне кажется даже даже по моему делился этой мыслью что в какой-то момент времени сама мысль ответственности когда я как раз начал активно нанимать людей к себе смотреть людей в смежные команды знаю словно три-четыре года назад от сама ответственность того что ты пускаешь как человека внутрь она на тот момент меня прям прибило если честно то есть я собеседовал и до этого в других компаниях людей но никогда не ощущал груза своеобразно в том плане что каждый приходящий человек он должен эту команду усилить он ее должен усилить не только с точки зрения результата но он и должен вот эту химию и атмосферу внутри сохранить не выступить деструктивным элементом ну то есть там не обязательно быть таким же как там не знаю львиная доля но 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 все таки вот поэтому если говорить про найм это вечный такой диалог и обсуждение благо у нас сам процесс интервью и найма людей устроен таким образом что есть альтернативные мнение с это с одной стороны наверное соискателем или человеком который хочет попасть в команду иногда выглядит жестковато когда мы там с четырьмя с пятью людьми прогоняем по кругу но в целом это и позволяет нащупать то насколько человек органично вольется в эту команду так далее вот а в плане выбора это же классическая история особенно если смотреть на аккаунт менеджеров людей которые работают с клиентами классический выбор когда с одной стороны у тебя есть человек с 15-летним 20-летним стажем работы где-то в индустрии записной книжкой но ты очень сильно ощущая что этот человек в каком-то смысле присытился жизнью но в том плане что ему уже мало что интересно ну то есть условно говоря для него работа как раз в той фазе что помести его в любую точку он сто процентов покажет результат вопрос том будет ли этот результат просто хорошим или он будет невероятно когда хорошего недостаточно хорошего недостаточно а с другой стороны может быть человек который например не из индустрии у нас были кейсы когда мы брали людей которые занимались там не знаю условно медицинским оборудованием в части коммерческого продвижения и были бесконечно далеки от того что мы делаем задача но вот ты сидишь напротив человека и тебя буквально сшибает энергией желанием и так далее вот и кажется что во многих случаях не могу сказать что везде что есть нюансы мы бы приняли решение в пользу второго ну это в общем понятно человек есть мотивация человек заряжен на работу и вот это вот чувствуется иногда а вот если говорить про то как меняется команда потому что у любая растущая команда в как ты сказал да она постепенно постепенно с каждым новым человеком она меняется и управление вот этим вот внутренним состоянием это всегда сложно и хочется нанимаю нового сотрудника всегда чтобы команда разве как бы росла над собой мне давай так назовем за последний год очень сильно поменялись условия что ты думаешь вот как мы с этим справляемся я бы здесь наверное не выделял прям именно последний год потому что это всегда такой непрерывный процесс то есть условно говоря последний год действительно внес какие-то коррективы но по сути дела мы каждый год у нас команда там не не знаю крат кратно растет да вот я пытаюсь за последние три года посмотреть и кажется что прям так хоп 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 язык сложи господи я я половину людей не знает знаю я бы сказал что здесь важно в каком-то смысле не знаю преемственность или я даже так не так сказал совместная история сейчас попробую правильно сформулировать мы же действительно за эти годы прошли огромный путь ну то есть действительно из состояния назовем это эксперимента где там было много скепсиса и со стороны участников рынка относительно того поздно ли это не поздно в части приходить дальний приходить и этот путь был очень разнообразный в плане каких-то сложных сложного опыта который мы вместе переживали проблем которые решали и мне кажется важная составляющая того когда команда агрессивная составляющая когда команда агрессивно растет и испытывает на самом деле огромное количество болезней роста в плане там корпоративной культуры управления и так далее сохранять и проецировать вот эту историю на остальных за счет того что те люди которые были там у истоков в той или иной части они сохраняются являются носителями этого днк которые передают дальше это вот там первое второе меняется же не только организация меняются же сильно люди внутри организации те кем не знаю ребята приходили изначально я не исключение идите те кем они являются сейчас это прям два разных человека которые тоже прошли примерно такой же огромный путь как прошел наш бизнес в этом смысле я и мне кажется не только я вся менеджерская команда приверженцы того чтобы растить людей изнутри и я наверное даже может на цифрах скажу мне кажется что минимум четыре из пяти может быть дальше побольше людей которые приходят на точнее появляются на руководящих позициях отвечают за там существенные части организации команд это все ребята выросшие изнутри у нас скорее наверное исключительный случай когда мы прям берем на важные позиции людей прям со стороны ну на важные я имею ввиду именно на управленческие потому что мое мнение что это как раз и позволяет поддерживать вот тот изначальный уровень культуры днк вот этого развития внутреннего состояния не все равно и держать баланс но тут надо еще отметить что внутри яндекс клауда бизнес-команда полностью вся своя это полностью вся своя экспертиза которая сосредоточена внутри команды яндекс клауд конечно ну и я если ты имеешь ввиду что относительно большого яндекс который отчеркнуть просто этот моментик хотелось действительно но здесь же стоит сказать что яндекс клауд и не только мы не исключение и там большой яндекс назовем это же все-таки чуть-чуть разные материи с точки зрения корпоративной культуры тех задач которые есть так далее точно также мне кажется можно сказать про маркет и про других ребят это тот случай когда берешь стараешься взять лучше ну конечно да естественно лучше образцы брать и посмотреть на свою ситуацию где ты можешь применить где улучшится где измениться именно под свою конкретную специфику кстати вот в этом смысле ты очень крутую тему затронул что внутри очень сильно люди растут и вот эта вот история она же не просто как это вот сорняки тоже растут но в нашем случае это можно сказать таланты а вот это такое новомодное словечко талант менеджмент да вот давай мы чуть-чуть раскроем эту историю потому что действительно ведь внутри огромное количество и управленцев выросло и огромное количество людей которые приходят заниматься одним процессом потом все больше больше компетенции вокруг под собой сосредоточивают и в итоге управляют какими целыми направлениями здесь наверное стоит сказать в каком-то смысле честно что такое то что называется талант менеджментом в привычном понимании с точки зрения фреймворков внутренних процессов которые существуют в компании вот эта часть она на самом деле у нас всегда немножечко запаздывала с точки зрения тех темпов развития естественных которые у нас возникали то есть темпы роста бизнеса команды как-то плотность принятия тех или иных решений она была такова что как это какие-то процессы мы намеренно деприоритизировали я бы так сказал но если говорить про последние года полтора как раз талант менеджмент то что мы начали системно я бы сказал теперь инвестировать и в части развития тех людей которые оказались в роли но явно им требуется помощь для того чтобы там какой-то лак на самом деле восполнить относительно этой роли части скиллс это понимание и в части того чтобы начать карьерный вести карьерные диалоги с ребятами в разных частях организации про то чтобы уделять больше внимания возможностям то назовем это горизонтальной ротации внутри команды из одной функции в другую потому что многие ребята они же тоже как это как я сказал изменяются растут с точки зрения там их зоны интереса где-то происходит очень органически по мере того как я говорил в начале знаешь когда предпринимательская часть она приводит тому что человек постепенно начинает зона ответственности укрупнять свою за счет каких-то смежных областей и так далее очень часто трансформируется естественным образом где-то когда команда очень большая очевидно это не происходит но это не значит что про это не надо с ребятами говорить и искать другие возможности и другие карьерные дроби я помню как раз такие вот ротации когда человек из одной части бизнес-команды уходил конкретно прям в продукт потому что я хочу влиять на продукт конкретно более плотно и все-таки блин это ну прям такой порыв когда достигнув определенных результатов уже принципе можно было бы остановиться человек такой нет я хочу вот вот этого духа предпринимательства мне его не хватает я хочу вырастить вот этот продукт прям конкретно им заниматься такие вот у нас регулярно штуки случаются да повсеместно если вот может быть какой-то примерчик взаимодействия вот кампо строение какой-то или виртуальной команды или каких-то отдельных моментов ты могу подчеркнуть ох да у нас в принципе очень много построена на витимах потому что как 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 я говорил история с таким директным управлением директными командами это же не единственная далеко не самая оптимальная конструкция в которой ты можешь влиять на конечные результаты на тот бизнес который делаешь если говорить там конкретные примеры множество примеров как те сервисы которые у нас возникали на платформе впоследствии там не знаю из недавнего какой-нибудь search api это вещи когда человек селс команды из коммерческой команды общаясь с клиентом понимал что есть некая потребность смотрел потом на рынок шире понимал что она есть с другой стороны понимал что эти технологии в готовом виде есть внутри благо яндекс это на самом деле такая шкатулочка с шоколадными конфетами где очень много всего здоровского что где-то там существует но из 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 последнего я кстати могу вспомнить например кепча ну в смысле как капчу нашу да потому что прям продукт который вот вот лежал прям готовы практически зам но при том что его все равно нужно упаковать это тоже отдельная работа что там нужно продуктовую работу сделать но тем не менее вот оно есть как бы понятно что она на рынке востребовано но нужно чтобы был проактивный человек который пришел такой типа о ребят есть продукт давайте вытащить давайте его делать и вот это вот про то самое качество бизнес-команде который очень конечно важно все верно ну и таких примеров много не знаю много примеров когда ребята начиная назовем как аккаунт менеджеры тех или иных территорий проверяя гипотезы что в конкретной нише облака можно продавать евангелизируя эти ниши в часть того что облака стимулирует развитие там не знаю условном образовании в том же самом промышленности нефтянки все это начиналось как то что ребята проверяли гипотезы а дальше проверив их это надо просто успехи надо масштабировать начинали масштабироваться команды возникали ведь и мы с тем же маркетингом где мы инвестируем индустриальные мероприятия разного рода активности такого комьюнити плана где позволяем людям стимулируем диалог относительно их задач того как это работает на стыке с облаком мне кажется таких примеров тогда все облака она построена на самом деле такие примеры но если ты вот затронул тему образования то тоже можно подчеркнуть что по сути дела начинаясь как необходимый реквизит для работы ну для работы с массовым сегментом где нужны профессионалы которые понимают разбираются в облаке мы сейчас понимаем что уже более двадцати тысяч человек обучились на наших курсах которые мы сделали они бесплатные доступные пожалуйста как казалось бы ты смотришь на этом господи вы как бы мы на самом деле меняем индустрию все так ну и если говорить про эту часть но очевидно это одна из стратегических ставок невозможно это даже в отрыве от этой ситуации невозможно же все время брать ты должен давать что-то взамен если говорить про кадры доступные на рынке вот а с этим всегда очень туго если ты только берешь и не инвестируешь во взращивание этих кадров для себя для партнеров для клиентов ну довольно гибла история поэтому до вкладываться свои программы обучения вкладываться партнерские программы обучения и вообще в целом растить аудиторию зрелых зрелых специалистов такая важная составляющая того что мы делаем и вот снаружи это видно то есть снаружи когда человек посмотрит он такой а вот есть бесплатные курсы такого типа для новичков в этом году ну прошедшем у нас появились специализированные курсы для продвинутой аудитории то есть прямо такие вот курсы там для девопс и инженеров для людей с интересующимися этими практиками прямо там хорошие курсы получились экспертные очень очень классные но помимо этого это же только внешнее представление у нас же внутри тоже есть кусочек этой культуры потому что есть курсы внутри которые есть нашими людьми сделаны для нас для развития именно тех самых талантов наему к там просеилась команду или это же это же вообще довольно забавная штука когда ты хочешь чему-то научить свою команду как правило это действительно очень сложно найти внешних тренеров которые придут не просто читают от а до я некоторый курс особенно когда это касается творческих в том или ином виде профессии или сложные специфики самой индустрии появляется облако как правило это мы мы продолжаем с этим все время экспериментировать с разными компаниями с разными тренерами и так далее но как правило внутренние ребята они делают это на порядке лучше и вот этот обмен опытом внутри это даже не всегда классические знаешь тренинги даже в номинаре формат обменяться опытом а я сталкивался с этим решал эти задачи так и простимулировать дискуссию вокруг этого и там качественным образом поднять на самом деле базу понимания внутри команды по тем или иным вопросам вот работает мне кажется даже иногда получше чем фактически человек может прийти в команду не обладая широким спектром компетенций на очень подходящим по вот этому майнсету именно такому в некотором смысле предпринимательскому в некотором смысле горящие вот этими задачами внедрения в какой-то предметной области и дальше внутри дорасти потому что есть и некоторый такой менторинг некотором смысле и есть внутреннее обучение есть возможность если человек действительно имеет предпринимательскую такую внутреннюю жилку расширить свою зону ответственности и И, соответственно, вот этот рост, я просто вижу, конечно, как это происходит, и каждый раз, когда у нас какие-то там передвижения происходят внутри иерархии, я смотрю на это как-то так прям очень положительно. У этого, конечно, есть, мне кажется, какая-то обратная сторона. Люди тоже немножечко устают, наверное, от постоянных изменений, ну, в том плане, что это же тоже… Страсть некоторая. Причем, да, люди же, которые к нам попадают, они уже в каком-то смысле вот этот фильтр прошли на устойчивость к тому, что все очень быстро меняется, растем быстро и так далее, но как-то так смотрю, бывает, ребята, давайте выдохнем, давайте возьмем брейн. Да-да-да-да, есть такое, есть такое, иногда хочется чуть-чуть зафиксироваться в положении, да. Вот, а в части того, я вообще очень верю, что можно работать примерно там со всеми частями, там, skillset, назовем, человека, но сложнее всего, наверное, работать именно с мотивацией, то есть, условно говоря, можно подтянуть понимание предметной области, можно soft skills тем или иным образом развивать. Вот с мотивацией как раз часто бывает работать сложнее, потому что здесь очень важен баланс именно той самой внутренней мотивации, внешних факторов. Внешний фактор – это там типа малая часть, можно, знаешь, импульсы давать правильные человеку, но вот корневая мотивация, она изначально должна очень правильно быть устроена. Это вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили вначале, к тем людям, которые попадают, приходят к нам. А остальное – это все действительно можно в большинстве случаев достроить, вот я бы так сказал. Ну, важной частью мотивации, мне кажется, является то, что внутри организации, я по себе это вижу, сама организация так построена, что дает тебе нужный уровень авторитии. Конечно. Внутри. Тебе сразу доверяют, тебе говорят, вот твой мяч, вот ворота, давай. Да, действительно, да. И вот это, мне кажется, очень сильно заряжает на то, что я буду пробовать, да, у меня может не получиться, но я буду лежать хотя бы в направлении цели и там двигаться, причем если ты будешь лежать, там рядом появятся другие люди, которые давай-давай-давай, вперед-вперед, давайте, чем тебе помочь, куда тебя везти, где тебе не хватает, кто тебе нужен для того, чтобы вот все случилось. И мне кажется, это вот тоже заряжать начинает, потому что даже если ты не можешь, ты как-то пересиливаешь себя, начинаешь расти над собой, вот именно вот в этих вот местах. Все так, ну и как ты сказал, среда, она в каком-то смысле стимулирует, она тебя подхватывает, знаешь, вот как кататься на серфинге, может быть, вот волну ощущаешь сильно, ну типа серфинг же это наполовину про то, чтобы грести, грести очень много. И вот если ты гребешь, то остальная среда и сама волна тебя точно подхватит, и ты совершенно точно получишь удовольствие от этой поездки, вот. Это такой как раз сплав того, что находится снаружи, то, что тебя окружает та самая волна, и того, насколько ты готов интенсивно грести, чтобы находиться. На гребне, да, получается. Слушай, ну вот если мы в этом смысле поговорим, попробуем как-то немножечко зафиналить всю эту историю, если бы можно было посмотреть на бизнес-организацию снаружи, что бы ты посчитал самым важным для ее, ну, главной характеристикой, может быть, я не знаю. Ох, наверное, из двух частей попробую ответить на этот вопрос, потому что одно следствие другого. Я строго убежден, что то, как мы или то, как организация выглядит вовне, это во многом следствие того, как она выглядит внутри. То есть здоровье бизнеса, каким бы бизнесом ни занималась компания, и под здоровьем я имею в виду не сиюминутное, а такое долгосрочное развитие, рассвет и так далее. Потому что мы все-таки, то, что мы делаем, оно же не про сиюминутные вещи. Ну, конечно. Однозначно, всерьез, надолго и так далее. Вот. И такой бизнес, его строить можно только опираясь на здоровую команду. Команду, которая внутри чувствует себя там единым организмом в каком-то смысле. И она, может быть, даже где-то, знаешь, самоизлечивается. То есть когда какая-то часть этого организма по той или иной причине становится сложно, не знаю, просто устал. Это так бывает. Люди устали. И важно вернуть это в баланс, дать время и так далее. Но возвращаясь к изначальному вопросу, мое мнение, что успех бизнеса на очень существенную часть зависит от того, как команда себя внутри ощущает. Потому что, если опять же говорить про наших клиентов, партнеров, в моменте, как это, особенно если ты обладаешь очень серьезными софт-скиллами, умеешь красиво рассказать про какие-то вещи, ты же можешь построить очень прекрасную картинку того, кем ты являешься. Человек на той стороне, она ему понравится, он будет готов, ему будет интересно с тобой работать. Но если на самом деле что-то выглядит не так, и ты был недостаточно прозрачен, недостаточно честен на старте, у тебя есть какие-то внутренние изъяны, про которые ты так же честно там не говоришь в каком-то смысле, это же со временем 100% заметно. Да, это там носит разрушительный эффект. Поэтому, повторюсь, строить успешный бизнес, это во многом строить успешную, сбалансированную, гармоничную команду. Можно сказать, еще и здоровую в некотором смысле. Потому что, ну, по большому счету, когда мы строим какой-то сервис, сервис, ну, мы привыкли, когда мы говорим сервис, да, мы привыкли к какие-то технические системы, то, как правило, есть возможность проверить, насколько он здоров. И такая называется штучка health check. Когда можно проверить, что он отвечает, он работает, он загружен на столько-то процентов, и он готов принять следующие запросы. И вот, мне кажется, вот эта вот составляющая бизнеса, бизнес-команда, она, мне кажется, очень важна. Если мы снимаем вот этот показатель здоровья, и он, значит, сейчас, во-первых, помогает нам самим определяться, где мы находимся в пространстве, и помогает нашим клиентам, вам, тем, кто смотрит это видео, конечно же, тоже узнать, как мы живем внутри. И, соответственно, видеть у нас партнеров, с которыми можно работать в долгосрочной какой-то перспективе. Все так. Мне кажется, тут добавить мне что-то сложно. Ну что ж, на этом мы завершим это видео и попрощаемся с Сашей. До скорых встреч, а вы оставайтесь с нами и ждите следующих выпусков. До скорых встреч, пока. Спасибо, пока.